Доброе утро, уважаемые трейдеры. Приветствую вас на торговой сессии среды. Снова мы разбираем события, которые случились на минувшей торговой сессии, смотрим вперед и весь этот новостной фон адаптируем к нашим торговым идеям, которые преимущественно носят долгосрочный характер. Периодически, если есть какие-то уровни, которые лично мне, возможно, субъективно кажутся интересными, я, конечно же, вам о них рассказываю, вам остается принимать уже конечные решения, придерживаться их, следовать им, либо все-таки лишь следить за фундаментом и его уже адаптировать к своей торговой активности по-своему. Сегодня у нас будет довольно интересный день, собственно, как и многие последние, поскольку сегодня у нас прежде всего изобилует фундамент. Я бы даже сказал, что торговая сессия среды станет днем пресс-конференции очень серьезных игроков на рынке, скажем, финансовом, ну и, разумеется, в мировой экономике. В 16.30 мы будем с вами следить за выступлением Джерома Паула, который, как вы знаете, возглавляет американский регулятор. В это же время выступает Драги снова, вот уж понравилось ему это делать. Я думаю, что не будем, опять же, поспешно торопиться с выводами о том, сможет ли он повлиять на курс евро вчера. Собственно, мы не думали, что Драги сможет сказать что-то интересное, а в итоге сказал. Я думаю, что по содержанию его вчерашние комментарии были, может быть, даже отчасти насыщеннее и судьбоноснее для евро, чем в минувший четверг. Об этом мы, конечно же, поговорим. И также в 16.30 нас ждет поступление Филиппа Лоу, который возглавляет уже регулятор Австралии, Лизерный банк Австралии. В одно и то же время вам нужно выбрать, если вы спекулируете каким-то отдельным инструментом, либо активом, одно из этих событий, уделить ему максимум внимания. Но если вы распыляете свою торговлю, можно посмотреть и понаблюдать за динамикой основных активов, то есть за динамикой евро, доллара и австралийца в любой связке. Движения, безусловно, будут. Плюс ко всему мы никак не можем отойти от старой, скажем так, новой темы, которая предполагает усиление торгового конфликта между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Ну, действительно, остается только признать, что недооценили мы этот новостной фон, поскольку все на рынках только о нем и говорят. И если бы, может быть, ситуация пошла бы на спад, возможно, и не так уже активно ее обсуждали. Но вот что не день, то очередной твит и решение Трампа. В частности, как вы наверняка могли заметить, даже по реакции финансовых активов, может быть, и покопались уже в фундаменте. Трамп пошел на новый, скажем, виток эскалации и принял решение ввести импортные тарифы в отношении китайской продукции уже объемом 200 миллиардов долларов. То есть, все начиналось с прошлого решения. В пятницу, когда перечень товаров ограничивался в эквиваленте долларов в 50 миллиардов долларов, в ответ на эти действия Пекин сообщил о том, что контрмеры обязательны будут. И вот по прошествии выходных также ввели сопоставимые по цифрам барьеры для уже американского экспорта на сумму в 37 миллиардов долларов. До этого Трамп отмечал, что если Китай позволит себе проводить политику контрмеры и будет огрызаться, то активность рестрикционная, тарифная, штатов на этом не закончится. И оказался уверен своему слову, собственно, стоило только Китаю ввести эти импортные барьеры, как штаты расширили список товаров, в отношении которых действуют импортные пошлины. Тут же последовал ответ с новой Китая о том, что теперь стоит ждать сопоставимых, собственно, контрмер. Ну, я здесь позволю себе сделать ремарку. Все же оценивая состояние торгового баланса и трансграничное движение капиталов через показатели экспорта и импорта, будем реалистами. Действительно, Китай поставляет на территорию США товары примерно на 500 миллиардов долларов, в очередь покупают только на 170. И тут элементарная возвесь, конечно, на чаше весов у нас вот эти показатели, конечно же, аналогичных сопоставимых контрмер не получится. Но, с другой стороны, есть уже особо далеко идущие эксперты, которые считают, что если Китай сейчас раздербанит так, то Пекин может начать сувать палки в колеса компаниям американского происхождения, которые действуют на территории, собственно, Китая. Ну, самый распространенный из них – это, безусловно, Ford, General Motors, Apple, которые действительно получают бешеную прибыль на этих рынках. И кто знает, куда, собственно, приведут вот эти очевидные, явные, сейчас усиливающиеся конфронтации, противостояния, которые все же, будем надеяться, будут сведены на нет. Я, как и в ходе прошлого брифинга, отмечал, что вижу все-таки света в конце туннеля и считаю, что ситуация должна начать уже деэскалироваться, то есть пойти на спад вот этой напряженности, потому что торговый конфликт, который рискует перерасти в полноценную торговую войну, он никому не нужен. И я искренне верю, друзья, в то, что в любой момент на рынок может пристиг комментарий о том, что стороны сели за стол переговоров. Поэтому вы должны понимать, что фон действительно серьезный. Да, этот фон сейчас заставляет трейдеров бежать из рисковых активов, но мы же с вами продавали рисковые инструменты, рисковые валюты. Они сейчас под большим прессом. В принципе, мы должны быть довольны этим. Но то, что я сейчас обрисовал в плане новостного фона, конечно же, не позволяет расти доллару от доллара японской иены. Это тоже наша сделка, которую мы с вами обсуждаем уже довольно давно. Но при текущем фундаменте, пока рынки не успокоятся, доллару будет очень трудно отстоять свои позиции. Хотя, если быть уж совсем реалистом, потому что сейчас происходит, согласитесь, доллар японская иена откатила сейчас, вот хотел уровни выписать. Ну, то есть, мы выше 110 сейчас и не так много потеряли, как потеряли рисковые валютные активы. Поэтому по доллару японской иены вроде бы как мы болтаемся в нуле сейчас. А вот что касается прочих, зеландец, австралиец, канадец, там все суперски складывается. Хочется, конечно же, накармить. Ну, также подводит еще и фунт. Но про фунт я сегодня также с вами поговорю. И считаю, что есть надежды для покупателей британцев. Эти надежды связаны с насыщенным фундаментом завтрашнего дня. Давайте теперь немного конкретизируем. Начнем мы с нефтянки. 75-12 закрытия вчерашнего дня. 7,488. Это примерно те котировки, на которых мы наблюдаем бренд на текущий момент. Торги вялые, что в рамках вчерашней торговой сессии, что сегодня, правда, день только начинается, и все может произойти в плане роста волатильности. Но я не думаю. Сейчас рынок находится в крайне нервозном состоянии. Трейдеры напряжены, потому что уже послезавтра будут подведены итоги двухдневного заседания ОПЕК. И большинство трейдеров абсолютно уверены, что текущее соглашение будет пересмотрено. И фактически индивидуальные квоты, которые действуют для стран ОПЕК+, этого содружества, они будут увеличены. Соответственно, на это делаем и мы с вами большую ставку. Вопрос, который, скорее всего, может быть, единственный вопрос, который будет обсуждаться на этой встрече, это насколько поднять совокупное производство. Я думаю, что планка будет поднята не менее чем на 1 миллион баррелей. Давление на стоимость нефти оказывает, опять же, вот это торговое противостояние, о котором мы только что поговорили. Почему? Потому что тут же транслируют этот фонд с максимальным негативом. И считают то, что если, собственно, Трамп не остепенится, то в конце концов торговой войны не избежать. А в результате пострадает мировая экономика, которая через более слабые и низкие темпы экономического расширения уже будет иметь, разумеется, меньше аппетита на сырье. Поэтому и нефтянка тоже от этого может проигрывать. Но это, в принципе, то, что нам и нужно, потому что основная идея, которую мы используем для рынка нефти, это продажа. Также, друзья, хочу отметить, что сегодня выйдут данные от Администрации энергетической информации в 17.30 по московскому времени. Это классика для среды запасы по нефти, нефтепродуктам, бензину, дистилляту, что угодно можно оценивать. Но важно будет посмотреть и понаблюдать за показателем совокупной добычи нефти в США. И что-то подсказывает мне, что в идеале мы завтра с вами будем говорить о росте производства нефти до 10.95 млн баррелей в сутки. Если эти цифры подтвердятся, то нефть должна столкнуться с серьезными распродажами. Но в целом мы, конечно же, будем ждать пятницу, ждать решения, которые были нами спрогнозированы. И если рынок не подведет, если наши планы и прогнозы будут подтверждены, то в отношении нефти мы с вами наконец-таки увидим появление достойного катализатора для развития этого ралли медвежьего, на которое мы настраиваемся очень и очень давно. Рубль практически 64. Сейчас, думаю, со старта торгов на российской валютной бирже 64 снова будет сделано, протестировано. Не знаю, какого уровня вы придерживались 64-65. Я думаю, что стоит ждать 65, а там уже по возможности фиксироваться. Мы достигли нашей цели и были абсолютно уверены, что на этих уровнях рубль будет. И согласитесь, что сейчас 64 рубля за доллар даже в условиях, когда цены на нефть находятся на высоких уровнях. Я думаю, вы понимаете, что произойдет с рублем. Стоит только нефти обозначить намерение бренду идти в район 70 долларов за баррель. Дальше идем. Доллар, японская иена. Я думаю, что здесь останавливаться мы не будем, потому что в целом картина не меняется. Периодически уровни я вам даю. Считаю, что если пара закрепится выше 110-40, можно будет увеличивать длинные позиции. Мы с вами плавно уже ждем. В следующей неделе там статистики по штатам будет побольше. И ждем, конечно же, деэскалации напряженности в отношениях Китая и США. Как только это случится, я думаю, друзья, все-таки произойдет. Может быть, кто-то из вас не верит в это, но кто-то должен оставаться среди оптимистов. Поэтому в данном случае я считаю, что смягчение новостного фонда должно произойти. Поэтому верю, что американская валюта вернется к отыгрыванию национального фундаментального позитива, который способствует продолжению восходящего движения. По евро-доллару. После того, что было отмечено драги вчера, я считаю, что мы можем даже пересматривать свои цели и прогнозы по курсу евро-доллара. Если кто-то давно в сделке, если кто-то хочет уже выйти в кэш по профиту, по евро-доллару на отменке 1.15, можно это сделать. Но я думаю, что лично я буду сидеть уже и ждать уровень 1.10, потому что драги в ходе своего вчерашнего выступления, отвечая на вопрос о том, что значит, что экономика нуждается в экономических стимулах, дал понять, что дорожная карта выхода из программы количественного смягчения – это не какой-то регламентирующий документ, который должен быть строго соблюден. Это лишь те изменения, которые планируют произвести, но в случае изменения и ухудшения экономической конъюнтуры, Европейский Центральный Банк притормозит с отказом от выхода программы количественного смягчения. И более того, драги дал понять, что если торговое противостояние, которое сейчас разразилось между США и, скажем так, всей прочей мировой экономикой, где явно фигурирует и еврозон, безусловно фигурирует и несет уже большие потери, если этот торговый конфликт станет причиной, из-за которой пострадают темпы экономического роста еврозоны, то Европейский Центральный Банк продолжит действовать и сохранить, скажем так, программу количественного смягчения и после завершения 2018 года. Соответственно, с сохранением программы количественного смягчения тут же едут на неопределенные сроки повышения процентной доставки. Сегодня он снова выступает, может быть, что-нибудь еще интересненькое услышим. Если да, вы в целом сможете лично это сразу же увидеть в динамике евро. Ну, если будут стоящие комментарии, я на них завтра обращу ваше внимание. Ну и в целом я очень благодарен Драге за то, что он не изменит свои позиции, и благодаря этой позиции мы смело продаем европейскую валюту. Фондовые рынки тоже можно отметить так, близ анализом. Я думаю, что понятно, что перспективы мрачные для роста мировой экономики из-за того, что сейчас происходит между США и Китаем. Конечно же, фондовые индексы просели, основные потери понесли площадки развивающихся рынков, да и в целом развитых тоже неплохо. По еврозоне, посмотрите, в несколько процентов вчера снижение. По американским индексам, собственно, я слежу за S&P. Наконец-таки мы снова развернулись и думаю, что мы вправе сейчас искать уже уровни для последующих продаж. И буду присоединяться вновь к коротким позициям с целью ниже 2500 пунктов с отметки 2760. Это по S&P. Здесь можно поставить сятошку селл-стоп. По австралийцам, друзья, немножко нам не хватило до нашей цели. Лоу 07346 был, у нас 073, но опять же еще не вечер, потому что сегодня в 17.30, в 16.30 по московскому времени выступляет Филипп Лоу и он снова будет говорить о перспективе денежно-кредитной политики. Я думаю, что вы прекрасно знаете, что происходит сейчас в рамках Резервного банка Австралии и национальной австралийской экономики. Почему Резервный банк Австралии остается верен сохранению мягкой экономической политики. Проблемы не меняются, друзья. В этом плане Резервный банк Австралии, да и лучше сказать, австралийская экономика, очень стабильна. Вроде бы как и стараются, но ничего не выходит, поскольку показатели закредитованности не меняются, инфляция не растет и в принципе нету достойных показателей для роста активности домохозяйств. Поэтому 073 как ближайшая цель может быть даже протестирована и в рамках сегодняшней торговой сессии. По Новозеландцу рекомендую дождаться позднего отчета, он, правда, даже уже будет датироваться азиатской сессии четверга. В час 45 по московскому времени будут данные по темпам экономического роста. В Новой Зеландии цифры очень слабые, 0,5% ожидается в квартальном выражении снижение с 0,6 в годовом с 2,9 до 2,7. Мы выходим также на цель 0,68, остается несколько десятков пунктов, в принципе, до этого значения. Поэтому если данные по экономическому росту разочаруют, мы об этом поговорим с вами на завтрашнем брифинге, то тогда австралийцы вместе с новозеландцем будут двигаться в унисон, собственно, теряя пункты против американского конкурента. По доллару канадцу здесь вообще все замечательно, 9 пунктов мы не достали до нашей долгосрочной цели, 1,33, 1,32,92 хайл составил, сейчас немножко окатили, но думаю, что сделаем этот уровень, потому что вчера еще министр иностранных дел Канады дал понять, что Канада вынуждена также будет пойти на ответные меры по импортным тарифам в отношении экспорта из США. То есть ситуация явно загубляется, я думаю, что в связи с усиливающейся неопределенностью торгового характера в отношениях США и Канады мы можем говорить о некоторой паузе, проблемах, переговорах по нафту. То есть я на это делал уже акцент, друзья, поэтому негатива достаточно для канадца, мы еще ждем снижения цен на нефть и ждем, что в пятницу данные по инфляции, которые будут опубликованы по Канаде, в соответствии с прогнозом, не дотянут до прошлых значений и уберут, может быть, даже на 2019 год перспективы изменения процентных ставок. Поэтому ждем 1.33. И по фунту, собственно, ситуация следующая. Мы, безусловно, ждем четверг, потому что в четверг состоится заседание Банка Англии. Центральным событием будет голосование по изменению процентных ставок, достаточно перераспределения голосов и голосов в пользу повышения ставки больше двух. Тогда курс обританца должен развернуться. Вчера я приводил вам прогнозы со ссылкой на интересную статью по экономическому росту, которая ожидается самым слабым в этом году последние 10 лет. Активность потребителей – это главный тормоз, ее нужно реанимировать, а реанимировать ее можно только лишь снижая инфляцию через укрепление порции национальной валюты и изменение процентных ставок. Кстати говоря, основной негатив, который обрушился сейчас на британцев, связан все же с политической темой, потому что вчера на рынке появились сообщения со ссылкой на лидера партии консерваторов, что переговоры по Бресту снова зашли в тупик. Возможно, даже непреодолимый до этого года. И, конечно же, очень сильный этот фундамент и эти новости контрастировали с тем, что ранее было отмечено премьером министра Англии Терезы Мэй, которая готовила нас к фактически достигнутой договоренности по границе Северной Ирландии. И мы ждали с этим позитив. Политика пока оставляет желать лучшего в плане позитивного драйвера для британца. Но, опять же, есть еще время, чтобы договориться. Я напоминаю, что переговоры будут находиться в такой острой, активной, дискуссионной фазе еще до конца, собственно, этого месяца. Поэтому ждем поступления позитива, который может поддержать курс британца. Но сейчас более такая реальная тема – это заседание Банка Англии. Об этом мы, собственно, поговорили. Поэтому те из вас, кто еще рассматривает возможность торговли фунтом. Я думаю, что можно присматриваться к покупкам с уровня 1.3090. Не хотелось бы вообще добираться до этого уровня. Но если на политическом негативе рынок прощает еще сильнее, то вполне возможно, что это значение будет протестировано. То есть отложка Байлимит с уровня 1.3090 – это как дополнительный уровень, к которому можно присмотреться. По основным событиям, друзья, поговорили, осталось только пожелать вам хорошей, прибыльной торговой сессии. Собственно, завтра мы с вами увидимся, как и всегда, в 9.30 по московскому времени, в прямом эфире. Жду вас через приложение Перископ. Будем говорить о насыщенном сегодняшнем дне. Не забывайте контролировать риски и выставлять уровни стоп-лосса. На этом все. Всего доброго. До свидания.